Всем привет! Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Спасибо, что смотрите мой канал. Давайте поговорим про обход санкций. В своих роликах я стараюсь с помощью экспертов объяснить, как устроено то или иное явление. Сегодня разбираемся с тем, как люди, компании и государства пытаются обмануть санкционные меры, наложенные на них. Поехали! Информационным поводом для этого ролика стала недавняя статья британской газеты Телегра. Как сообщало издание, по меньшей мере 10 государств-членов ЕС поставили в Россию вооружение почти на 350 миллионов евро в обход эмбарго. Почти 80% из общего объема поставок приходится на немецкие и французские компании. Они продали России военные техники на 273 миллиона евро. Список покупок российского государства разительно отличается от вашего привычного. Бомбы, ракеты, снаряды. Где-то продай ружье. Миллион. Неси. Эмбарго Евросоюза на экспорт оружия в России ввели в 2014 году после аннексии Крыма. Однако, как следует из данных ЕС, немецкие компании воспользовались лазейкой в запрете и продали Москве оборудование двойного назначения, включая винтовки и бронированную технику. Как отмечает «Телеграф», Берлин защищал эти поставки, настаивая на том, что Кремль гарантировал гражданское использование товаров. Вы меня, конечно, извините, но что это за гражданское использование винтовок? Стрелять по тарелочкам? Впрочем, по тарелкам тоже попадают. Просто это тарелки в шкафу, который находится в чужом доме в другой стране. Но не будем отвлекаться. Лазейка, позволяющая обходить эмбарго, была закрыта только 8 апреля этого года. Однако и без лазейек проблема с постоянными попытками обойти экономические санкции стоит довольно остро. Как отмечает генеральный директор Transparency International Россия Илья Шуманов, это такая бесконечная игра в кошки-мышки. Суть экономических санкций, собственно, это парализовать экономическую мощь государства, ограничить его в ресурсах. Ну и, соответственно, государство принимает шаги альтернативные какие-то для того, чтобы избежать блокировок, избежать того экономического воздействия негативного, которое санкции, собственно, должны, ну, имеют цель, по сути. Поэтому это нормально. То есть это защита, попытка обойти санкции. Ну, хорошо, понятно, что для страны, которая находится под санкциями, это вполне себе естественная штука. А вот другая-то страна, те, кто поставляют что-то или, там, помогают проводить деньги или хранить их, они-то о чем думают? Это же, я так понимаю, преступление? Да, ты права совершенно. Значит, действительно, с точки зрения той страны, которая накладывает санкции, она предпринимает все усилия для того, чтобы, ну, собственно, участники экономических отношений с ее стороны ограничили экономическую какую-то коммуникацию, там, политическую коммуникацию с акторами, которые находятся под санкциями. В реальности, например, в Соединенных Штатах Америки есть список так называемых компаний или физических лиц, которые пытаются уклонять, или которые являются посредниками для обхода санкций. Так называемый sanction evaders list. Вот, то есть американцы прямо специально людей поименовали и компании, которые участвовали в обходе санкций, и применили к ним, вот, соответственно, меры ответственности, вплоть до уголовной ответственности в отношении этих компаний и физических лиц. Поэтому это все, на самом деле, очень серьезно. Вот, но если мы говорим про, например, европейские решения в отношении компаний, которые обходят санкции, то, как правило, это штрафы и так называемый debarment. Debarment – это модное слово, но, по сути, это включение в черные листы государственных закупок. То есть компания, которая является так называемой sanction evaders, то есть компания, которая пытается обойти санкции или участвует в экономических отношениях в обход санкционного комплайнса, она исключается из возможности получения государственных субсидий или государственных контрактов. Это такое вот решение, как правило, применяется в случае, если компания обходила, например, европейские санкции или, например, международные санкции, которые накладываются в ООН. Насколько для, например, бизнеса попадание вот в такие списки – это серьезный ущерб? Или все-таки игра стоит свеч? Ну, здесь всегда оценивается, ну, не знаю, хитрость схем, по которым, собственно, обходятся эти санкции. То есть иногда там до пяти-семи посредников участвуют во всех этих схемах, и, разумеется, такую схему распутать очень сложно. Вот. Например, когда санкции были наложены в отношении Ирака, то, например, весь офшорный мир участвовал во всех этих обходах этих санкций. Просто по одной простой причине – потому что правительство Ирака платило достаточно большие деньги за ту помощь, которую оно получало. Ну, игра стоила свечи. Ну, по сути, когда мы говорим про обход санкций, мы говорим о том, что возрастает цена сделки. Или если, например, есть товар, который подсанкционный, то его стоимость, соответственно, увеличивается просто пропорционально. Ну, или дисконт такой большой в этом товаре, в том случае, если речь идет именно о товаре, который находится под санкциями той иной страны. Вот. Но в последнее время появился так называемый санкционный комплайенс. Ну, сейчас он не то, что появился, он начал развиваться стремительными темпами. По факту это речь идет о том, что санкционные списки мониторятся в режиме, не знаю, актуального текущего времени. И банкиры, и коммерческие организации находятся в постоянной проверке своих партнеров с тем, чтобы не угодить под вторичные санкции или не оказаться в числе нарушителей санкций. То есть они проверяют всех своих партнеров очень активно. Но, разумеется, вот это не страхует компании от попадания в какие-то неприятные ситуации, в частности, в число компаний и нарушителей. Когда выясняется, что какой-то посредник появлялся, который поставлял оборудование, например, компании «Симмонс», например, в Российскую Федерацию. Это же была такая громкая история про Крым, если я ничего не путаю. Абсолютно верно. И тогда, собственно, «Симмонс» сделал заявление относительно того, что они поставляли в одно место свои какие-то технические устройства, а оказались они в Крыму. Вот. Разумеется, началось тут же расследование всей этой истории. И, насколько я понимаю, «Симмонс» не смог просто договориться с властями Европейского Союза относительно этой всей темы. Но, в принципе, это регулярные истории, которые всплывают и с Северной Кореей, и с Ираном, ну и, соответственно, вот с Российской Федерацией, потому что она в тренде находится. Извините. И здесь начинается такая гонка, кто кого перехитрит, кто кого разоблачит. Прям такие казаки-разбойники? Надо еще понимать, что всегда у рынка есть конкуренты. Ну, то есть у российского рынка есть конкуренты. У «Симмонса», который поставлял в Россию, что тоже есть конкуренты, которые тоже смотрят, у которых тоже есть корпоративная разведка, корпоративные расследователи, вот, мониторы, которые внимательно смотрят за государственными контрактами, за теми, кто является нарушителями, кто нарушает санкции по факту. И, ну, всегда рынок выравнивает. То есть, в принципе, написать заявление в отношении компаний, которые обходят санкции, это такая достаточно нормальная ситуация на конкурентном рынке, где есть здоровая конкуренция. Мы знаем, что под санкции может попасть целое государство, конкретный бизнес или один конкретный человек. Есть ли здесь какая-то разница, кому проще обойти санкции, кому проще запутать следы? Человеку-одиночке или государству или бизнесу? Да. Ну, это на самом деле потеряться человеку проще. Чем меньше субъект, тем проще ему потеряться во всех этих сложных взаимоотношениях. Последняя история, связанная с господином Малафеевым, ну, православным олигархом, который как раз, собственно, и оказался в числе лиц, которые обходили санкции американские. Вот. Он предпринял достаточно простую и при том рабочую схему. Ну, по факту он попытался вместо себя в американскую компанию, в которую он инвестировал, ввести номиналы с его бизнес-партнера, переписав задним числом документы о купле-продаже офсорной компании, которая владела акцией инвестиционного банка в Техасе. Вот. По мнению, конечно, властей США мы только на эти данные можем ориентироваться. То есть подмена себя другим субъектам, в том числе использование номиналов и использование офшорных компаний, это, в принципе, такая достаточно распространенная практика. Но в последнее время и банки, и контрагенты требуют раскрытия конечного бенефициара. Всегда они требуются, они сомневаются. Особенно с Россией всегда идет сомнение, всегда идет речь о том, что надо дополнительные какие-то доказательства предоставить относительно того, что кто является реальным владельцем той или иной компании, что ты это ты, что ты не связан с политически значимыми лицами, ты не участвовываешь в гособоронзаказе. И условно, если ты производишь ткани, свои ткани не шьют трусы для российских военных. Илья Шуманов несколько раз упомянул словосочетание санкционный комплайенс. Что это за комплайенс? Я вам сейчас расскажу. Если коротко, то это внутренние уставные документы компании, которые касаются того, как и с кем можно заключать сделки. Когда в условный отдел продаж приходит новый клиент, его проверяют по нескольким параметрам, в том числе на предмет присутствия в санкционных списках. А так как внутренние документы у разных компаний могут отличаться, то некоторые, например, согласятся иметь дело с тем, кто находится в европейских санкционных списках, но не попал в американские, например. А кто-то просто сразу откажется продавать Маргарите Симоньян бобра. А как же мы узнаем о том, что кто-то успешно обходит санкции и продолжает покупать бобров за границей? Чаще всего из журналистских расследований. Правда, случаи эти довольно редки. И дело не в том, что санкции сложно обойти. Проблема в том, что обнаружить это гораздо сложнее, чем, например, коррупционные схемы. Журналист-расследователь, сотрудник русской службы BBC Андрей Захаров рассказывает, в чем тут загвоздка. Коррупцию гораздо проще расследовать. Ну, то есть, ты можешь даже выдвинуть гипотезу. Давайте проверим, вот этот крупный подрядчик нового такого-то министерства. Он не связан, не знаю, с тещей министром, например, да? Или вот, не знаю, министр, задекларировал какую-то квартиру новую. Давайте посмотрим, что за квартира. То есть, у тебя есть на что опереться, у тебя есть какие-то данные. В случае с отходом санкцией, если вспоминать все громкие истории публикаций, то, как правило, они, как в случае с Дели-Делиграф, да, они основываются на неких, ну, как правило, изначальном сливе, да? То есть, ну, вот у Телеграф есть такие данные, да? Нигде в открытом доступе не лежит информация, да, о том, о чем они пишут. Вот, да? То есть, допустим, если вспомнить такие случаи, когда турбины Сименс лет пять назад попали в аннексированный Крым, да, это стало известно, когда эти турбины там оказались, кто-то их там обнаружил. И потом уже выяснилось, что Россия купила их якобы в Тамань, потом отправила в Крым. Ну, то есть, все равно, так или иначе, должен какой-то изначальный толчок кто-то их должен был там обнаружить. Или, например, скажем, с тем же Крымом, я помню, я не знаю, как сейчас, раньше там была сеть заправок, не надо как-то правильно сказать, но, в общем, была буква Т, знак бесконечности, нефть. В общем, как тут Татнефть, но только сейчас знаком бесконечности. И, значит, на самой заправке было написано, что там у них бензин Татнефть и такой-то там марки, вот, а юридически там было записано какого-то мужика, на котором записано 200 компаний, вот. Хотя, ну, понятно, что там заправки связаны с Татнефтью, она отрицала. Или там то же самое было, например, я помню, Ритуаль, которая не значит работать, но раньше она работала тоже в Крыму, там было, их магазин записан на, по-моему, бывший финансовый директор Ритуаль. Вот, ну, то есть ты должен пойти, проверить, что-то такое сделать. Но это, опять же, нужно ножками, и чем более сложный продукт, тем сложнее это сделать. Ну, например, скажем, вот, я сейчас делаю историю про то, как динозаборонных, одно из оборонных предприятия выходила санкции раньше, да, то есть. И там это стало известно благодаря, скажем так, опять же, утечке. Потому что, ну, так ты не видишь этих контрактов. Потому что зачастую это коммерческие контракты, они не проходят через закупки. Вот. И в этом, в этом сложность, конечно, такого рода. Или, например, ты должен залезть внутрь приборчика, как у кого-нибудь. Вот, скажем, я знаю, что многие, так называемые, российские, российское оборудование, IT-оборудование, на самом деле, не рассказывал один директор одного оборонного предприятия, говорит, да, на самом деле, все, мы покупаем в Китае, а просто лепим потом бумажку, сделанную в России. И ничего не помешает точно так же в обход станции что-то купить, и сейчас обсуждаются какие-то разные пути там будут, да, а потом можно лепить российское. Вот. Но ты должен вскрыть это оборудование, либо где-то найти документы. То есть, так он настолько в паблике, как в случае, скажем, там, с закупками, и коррупции, это гораздо сложнее найти. Ага. Но если, например, в свое время для журналистов настоящим просто сокровищем стали Pandora Papers, потом архивы другие, да, Panama Papers, вот здесь можно рассчитывать, что какие-то документы, не слив, ну, хотя это тоже был слив, вот там через офшоры и прочее-прочее, можно случайно это найти. Или не стоит там рыться и искать еще и санкционные истории? Нет. Дело в том, что те схемы, которые используются, они известны. То есть государственные предприятия, если говорить про публичные документы, что можно найти в публичных документах? Когда государственные предприятия, там, Ростеха или кого-то, что-то заказывают участникам, а уже частник покупает, потому что он находится не под санкциями, а там, при этом Ростеха находится под санкциями. И здесь ты в плане публичных документов упираешься в то, что вот что-то покупает участник, и дай бог контракт опубликован. А дальше он должен идти и как-то находить документы уже коммерческого характера. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, прежде всего здесь, конечно, какие-то сливы, какие-то фотографии, например, не знаю, там кто-то придет на специальное мероприятие в какой-нибудь цех. Вот я помню, лет 10 назад военный эксперт Игорь Коротченко, один из поджигателей войны, возмущался у себя в ЖЖ, что в цеху Амас-НТ и все немецкие станки. Значит, их там привели военных экспертов, журналистов в цеху Амас-НТ, а там немецкие станки. Вот, точно так же будет какое-нибудь мероприятие, да, и вдруг бац, и вдруг видишь, что там марка немецкого станка. Вот такой возможно в теории. Но это вот, опять же, случайность. Поэтому весь обход с санкцией всегда либо кто-то сознательно это вам сливает, либо кто-то облажал, либо какие-то хакеры пищили какие-то письма. Вот, то есть я бы процентно, ну, что можешь найти в паблике, это процент 20. И то это будет, как вот пришел я на заправку так, знак бесконечности нефти в Севастополе, посмотрел, что написано бензин от нефти, покопался в реестрах и написал предположительно, что это возможно от нефти. Вот это, наверное, предельный уровень, к сожалению. Да, то есть вам, как журналисту, эти случаи расследовать гораздо сложнее, чтобы расследование было убедительным. Да, гораздо сложнее. И, очевидно, сейчас будет очень много, я подполагаю, попыток купить этого под санкций. Вот. И уже российские покупатели, они научены уже, ну, те же, да, государственные предприятия, они оборудованы, они уже научены, у них есть какой-то определенный опыт, как это все делать. Поэтому, я думаю, что поток будет большой, но одновременно вот нам будет сложно делать. Например, сейчас вот таможенная служба заявила, что она закроет статистику полностью. А в статистике тоже можно кое-что найти. Ну, например, самая любимая моя история про статистику, это как Беларусь после 2014 года стала крупнейшим пастачком-орепродукта в России. Легендарные белорусские устрицы, конечно. Да, да. Или там сербские яблоки, знаменитые, которые, вдруг неожиданно, там, несколько раз выросло количество яблок из Сербии. Ну, с вами польские яблоки. Вот. Вот так все это делает. А сейчас закрыть статистику уже сложнее, потому что ты увидишь, например, что, не знаю, там, из какого-нибудь Казахстана выросло количество поставки IT-оборудования. Но Казахстан, при всем уважении, не является центром из-за IT-оборудования, и поэтому, скорее всего, IT-оборудования, которые будут идти из Казахстана, а по одной из версий, это может быть одним из путем, да, то есть Китай-Казахстан, и поэтому, если помнить, недавно власти Казахстана заявили, что они ни в коем случае, ни в коем случае все из них не будут ничего поставлять, что вот это вот прям странно звучало. Соответственно, если была бы открыта статистика, мы бы могли увидеть этот рост. А сейчас она будет закрыта. Ну, можно надеяться, что она будет в Казахстане открыта. Опять же, такие какие-то лазерки будут оставаться. Вот. Да. Ну, в общем, в очередной раз надеемся на черный ящик, куда придет какой-нибудь слив, видимо. Ну да, я могу сказать, что на самом деле, считаю, что возможно, будет массово, и все-таки будут делать руки криворукие, это будут делать люди криворукие, прошу прощения, да, то так или иначе это будет отражаться, как и раньше отражалось. Вот. И чем масса, и что? Как говорил Мюллер в сериале «Если на сомнение весны», что знает двое, то знает свинья. Вот. Поэтому что-то скрыть сложно. Будем надеяться. И я, собственно говоря, надеюсь, что скоро публикую небольшое расследование на том, как очень крупное оборонное предприятие пыталось обойти санкции и как раз с помощью, узнало об этом с помощью сливов. Неплохой анонс, да? Ждем нового расследования от Андрея Захарова. Мониторим сайт русской службы BBC. Ну и подведем некоторые итоги. Успех обхода санкций зачастую обусловлен жадностью. Ну, или, скажем, более деликатно. Оценкой риска в той или иной компании, которая готова помогать санкции обходить. Риски сейчас увеличиваются угрозой вторичных санкций. попадешь под ограничение или даже уголовное преследование за то, что имеешь дело с теми, кто внесен в списки, отнюдь не призрачный. Так что вопрос в том, будет ли у фигуранта списка достаточно денег, чтобы оплатить все нужные схемы обхода, предложив компании больше денег, чем потенциальные потери от раскрытия этой схемы. Вот и все. Ну что ж, спасибо, что посмотрели до конца. Вот тут самое время поставить лайк, написать комментарий, был ли интересен и полезен этот ролик. Большое спасибо всем, кто смотрит и поддерживает мой канал. До встречи!